Доброе утро! Доброе утро! Немного желатина, который полезен для суставов, кстати, и картофельный или кукурузный крахмал. То есть наши жевательные конфеты можно есть не только детям, но еще и таким очень-очень взрослым. Да, конечно, можно. Отлично! Давай приступай, показывай класс. Сейчас сделаем сок апельсиновый. Затем подогреем сахарный сироп, добавим в него цедру и крахмал. Так, Алексей исчезает немного из кадра, но ненадолго. Итак, лимон. Сколько мы берем апельсинов? Какой у нас будет объем? Нам нужно сделать 100 мл сока апельсинового, но сначала я немного сниму цедру. Вот таким вот образом. Как можно меньше белой части взять нужно, потому что она горчит. Мы ее добавим в сироп, и она даст более вкусный аромат. Вы, когда будете жевать нашу конфету, будете восхищаться ее вкусным ароматом. Друзья, кстати, я вам хочу сказать, что в третьем включении к нам придут очень серьезные дегустаторы. Но кто это, я вам пока не расскажу. Так, продолжаем. Расскажи, пожалуйста... Я подготовлю сейчас цедру. Да, расскажу. Сюда налью сироп, что вчерашний. Я его ранее заварил. Он мне немного застыл, как мне и нужно. Сахарный сироп из чего мы сделали? Ну, понятное дело, сахар как сделали? Вот вкратце. Сахар, вода. Сначала засыпаем сахар в сотейник, а потом понемногу добавляем воду. Сахар постепенно растворяется, и туда влазит, не поверите, в 300 мл воды килограмм сахара вмещается. Представляете? Поставим на плиту. Добавим туда цедру. Прошу прощения. И цедру слайма. Выглядит сейчас такой цедровый супчик. Ну, пока да. На самом деле, фруктовые сиропы или ароматизированные подобным образом и делают. Добавляют какие-либо ингредиенты, продукты в сахарный сироп. Их там выдерживают. И потом процеживают. И все, пожалуйста. Подкрашивают. Наш знаменитый сироп моанин готов. Отлично. Так, ну, я предлагаю уже выжимать сок. Уже выжимаю. Моя соковыжималка работает. Работает. Немного усилий. Сколько нужно апельсинов, чтобы выжать? Примерно два апельсина. Нам понадобится где-то три половинки. Скажи, это же можно сделать все в домашних условиях, правильно? Конечно. Это все легко и просто делается. Ингредиенты подготовить очень легко. Единственное, что нужно время на то, чтобы конфетка немного встала. Не засохла, а остыла. Она остынет, желатин схватится, крахмал схватится. И все, ей можно лопать всей семьей. Друзья, ну, пока Алексей у нас выжимает сок апельсиновый, вы обязательно дождитесь, потому что через полчаса мы наконец-то все это зальем. И будем уже смешивать ингредиенты и показывать, как же можно сделать в домашних условиях вкусную, жевательную конфету. Коля, ну, жевательная конфета, похоже, будет и вкусная, и полезная. Конечно, мы хотели бы потом ее тоже попробовать. Коля, еще раз доброе утро. Уже, как мы понимаем, часть конфеты приготовлена. Что сейчас нас ждет? Никита, доброе утро. Нет, еще часть конфеты не приготовлена. Мы сейчас как раз вот будем заканчивать наше приготовление. Друзья, я вам хочу напомнить то, что у нас есть апельсин, и его, оказывается, можно не только кусать, но еще и жевать. И как это сделать, мы сейчас с моим шеф-поваром Алексеем покажем. Так, Алексей, давай, продолжай. Итак, объясни немного. Мы подготовили сироп. Здесь у нас цедра, апельсина и лимона. Здесь апельсиновый с лимонным соком и желатином. Замоченный, немного подогрели. Желатин у нас растаял, набух, все сделали как нужно. Теперь в сироп нужно добавить кукурузный крахмал. Мы его отмерили, сколько нам нужно. Да, можно высыпать его. И сейчас нужно его тщательно-тщательно перемешивать, потому что он собирается в комки. И сахарный сироп достаточно плотный, и его нужно очень хорошо тщательно перемешивать. Я могу помочь подержать. Хорошо, что дальше? Пока ждем, он вымешивается. Очень туго идет. Давай, я даю профессионалу. Покажи класс. Покажи. Просто легкими движениями мы начинаем делать воронку просто в центре. И он сам начинает вмешиваться туда. Цедрово-апельсинно-сахарную воронку. Точно. Теперь у нас вот есть комочки. Да? Он почти весь мешался, но комочки остались. Их тоже важно вмять. Таким образом мы просто ложкой вводим по борту сотейника. Они разминаются, и все. Хорошо. Когда добавляем апельсиновый сок? Сначала мы подкрасим наш сироп. Слушай, Алексей, но ведь говорят, что красители, это же вредно, нет? Нет, но если какие-нибудь это производственные красители, то, конечно, вредно. Наши кондитерские красители используются повсеместно. Хотя бы обратите внимание на пирожные макароны, которые есть цветов, всех цветов радуги. Желтый краситель, пару капель нужно добавить. Он очень туго выжимается у нас, потому что он очень концентрированный. Но самое главное, он безопасный. Он безопасный абсолютно. Добавили, отлично. О, появился цвет. Смотрите, он моментом, да, дает свет. Еще немножко. Так, шикарно. Что дальше? Хорошо замешиваем. Теперь добавляем сюда апельсиновый сок. Апельсиновый сок с желатином. Хорошо это дело смешиваем. Теперь нужна снова твоя помощь. Давай. Подержи, пожалуйста, сито. И процедим это все дело от цедры и косточек, которые у нас попали туда. Друзья, ну, пока мы процеживаем через ситку нашу пока жидкую жевательную конфету, да, вы, пожалуйста, дождитесь, потому что буквально через 20 минут мы будем заливать жвачку формы и, наконец-то, ее попробуют наши секретные дегустаторы. Коля, слушай, я только сейчас заметил, какой на тебе необычный фартук. Суперповар, да. Думаю, что жвачка будет, точнее, жевательная конфета будет тоже супер. Коля, еще раз доброе утро. Все забываю спросить, а сколько конфет ты в итоге сделаешь? Надеюсь, не одну? Конфет мы делаем, Никита, очень-очень много. Я даже боюсь сосчитать. Друзья, Алексей уже заливает форму. Смотрите, у нас получилась желтая конфета и получается еще красная, да? И это все безопасный краситель. Конечно, чтобы сделать жизнь ярче, добавим красок. Шикарно. Скажи, Алексей, сколько по времени потом мы должны это ставить в холодильнике? Мы поставим их в холодильник буквально на час и можно будет доставать и лопать их с большим удовольствием. Что я вам хочу здесь сказать? То, что жалко, к сожалению, что мы в эфир выходим не в 6 утра, потому что Алексей уже заранее в 6 утра поставил другие конфеты, которые он приготовил. Та-дам! Пожалуйста. И их... Ну, кто может их, конечно, оценить? Только самые строгие дегустаторы, друзья. Да, эти дегустаторы. Сколько ресторанов пали после их рецензии. Вглядитесь в их лица. Сколько было судеб поваров загублено после их критических слов. Дорогие дегустаторы, проходите. Я жду. Жду вашего решения и оценку. Это у нас дегустатор Полина Караева и Полина Крылова. Чувствую нотки лимона. Цедра лимона. Апельсин. Шикарно. Дорогая Полина, скажи, ты что чувствуешь? Я чувствую, что там лимон, но мне не очень понравилось. А может быть попробуешь другую? Так, ну давай, вердикт. Желтый, я чувствую апельсин. Как тебе апельсин? Больше понравилось. Ну, слава богу. Ты, дорогой старший дегустатор, скажи, из пяти баллов какую оценку даешь? Семь. Семь баллов даёт старший дегустатор. А ты сколько даёшь баллов? Восемь. Восемь баллов из пяти? Девять баллов. Кто больше? Десять. Сто. Спасибо, девочки, за ваши оценки. Я думал, ты сейчас скажешь, сколько баллов ты сам себе даёшь. Ну ладно. Девчонки, скажите, вот эту вот жевательную конфету можно приготовить дома. Вы вообще сами жвачку часто жуёте? Да. Так, а мама знает об этом? Да. Вот если бы мама приготовила такую жевательную конфетку, ты бы стала есть? Думаю, что, конечно, да. И я тоже, да. Точно? Да. Друзья, ну, мне кажется, тест пройден. Давайте ещё раз поаплодируем нашему повару за жевательные конфеты, потому что это безвредно, друзья. И всем предлагаю не откладывать на завтра и попробовать сегодня приготовить для своих близких и детей вот такие прекрасные конфетки. Да, девчонки? Да. 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 Покажите за мной. Коля, мы тоже готовы попробовать твои жевательные конфеты. И не забудь, кстати, встать между Полинами и загадать желание. Я уверен, что оно обязательно сбудется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!